Это возможно, но это вопрос не ближайшего времени. С Украиной сближаемся, от России отдаляемся. Как Вы оцениваете перспективы ведения диалога именно с восточным, большим партнером нашим? Так и будем уходить дальше и дальше? Ну, я думаю, что здесь самый главный вопрос, какую роль будет играть сама Россия. Если мы видим ситуации в Украине, где идет аннексия части Украины или поддерживается конфликт в Восточной Украине. Если мы видим действия России в Сирии, где Россия действует для поддержки режима Башара-Осада, где как раз политика Евросоюза и США направлена как раз в другую сторону. то, конечно, трудно говорить о каком-то процессе сближения. То есть здесь в первую очередь важно то, чтобы сама Россия играла бы конструктивную роль. Но сейчас в кулуарах не ведутся разговоры о том, что надо бы отменить уже санкции. Ну, что касается санкций, то санкции очень ясно связаны с выполнением минских договоров. То есть если минские договоры полностью исполняются, может быть речь и также о смягчении или отмене санкций. А он не исполняется? Ну, конечно, пока есть некоторый прогресс, скажем, по тому же самому перемирию. Ну, там тоже очень много было проблем. И также нужно находить решение для проблем восточной Украине с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины. Ну, то есть пока мы не рассматриваем этот вопрос? Ну, пока этот вопрос конкретно не рассматривается, как я уже рассказал, это зависит от полного исполнения условий Минского договора. На календаре ноябрь. Ноябрь, к сожалению, в Латвии связан с очень трагичной датой. Это ужасная трагедия, которая произошла в Золитуде в 2013 году. И в этом году уже исполняется два года с этого момента. Где вы были в тот момент, когда вам сообщили о том, что произошло? Да, ну, еще раз хотел бы выразить свое соболезнование всем близким погибшим и пострадавшим в этой трагедии. Ну, сам я был в Риге в тот день. И, в принципе, после того, когда я узнал о следовательстве вместе с министром внутренних дел, я явился на место события. Но вы тогда работали в тот момент, когда поступил этот звонок? Да, когда, в принципе, уже поступили первые сообщения, я работал. И, как я уже говорил, вместе с министром внутренних дел как раз явился на место. Для вас это тоже были очень трудные дни. Насколько эмоционально вы переживали все это? Как у вас это все происходило? Вы в себе все это или вы разговаривали с близкими людьми? Конечно, эмоционально. Это были самые тяжелые дни моей работы премьером, как известно, я после этого как раз подал в отставку, взяв на себя политическую ответственность за случившееся. И считаю, что нужно новое правительство с ясной поддержкой большинства сеймом и как бы новым кредитом доверия. Уйти это было ваше личное решение? Или это все-таки вы еще не пришли к президенту, действующему на тот момент Андресу Берзенщу, с этим намерением? Вы пришли и сказали, я хочу уйти, я считаю это правильным. Или вы сначала с ним поговорили и только тогда было принято решение? Это был результат переговоров с президентом, но это было как бы совместное мнение. Ну, этот вопрос мы очень много, конечно, потом публично комментировали, но ничего нового уже два года спустя сказать не было. Но это были именно переговоры с президентом или вы пришли, а он сказал, Валдос, надо уходить? Нет, это бы мы как раз переговорили вопросы, что, ну каково сейчас, в нынешней ситуации, самые правильные действия для государства и для успешного решения тех проблем, которые, в принципе, возникли после золотуды. Конечно, первые дни после трагедии правительство делало свою работу, что касается поддержки спасательной операции, что касается поддержки пострадавшим и близким погибших. Работало по другим вопросам, начинало пересмотреть также регуляцию процесса строительства и гражданской обороны и так далее. Когда вы ушли, то, с одной стороны, народ жаждал крови, он ее получил, политическую ответственность его на себя взяли, а с другой стороны, обрушилась новая волна критики, сказали, ага, уходит и оставляет все это решать другим. Вы действительно считаете, что правильно было уйти, а не сказать, я беру на себя ответственность, я буду решать, в том числе следить за тем, как нормативные акты улучшаются, как относятся те изменения, необходимые для того, чтобы такая трагедия больше не случилась. Уйти – это действительно политическая ответственность? Может быть, надо было остаться? Ну, нужно сказать, что после трагедии еще, в принципе, несколько месяцев работал премьером, и, конечно, за все эти месяцы основной вопрос, который решался, был как раз вопросы, связанные с трагедией Золотуды. Но политическая ответственность, по сути, связана с тем, может или нет данное должностное лицо продолжать свою работу на этом посту. Это вопрос политической ответственности. Ну, буквально через год вам вручали орден трех звезд, и тогда тоже были, звучали мнения о том, что, как вы можете принимать этот орден, если, ну, вот во время того, как вы были премьером, случилась такая страшная трагедия. Вас эти мысли как-то донимали, или для вас было безоговорочно? Ну, раз решили, я его приму. Отказаться было не все? Это решение капитула орденов, который руководит президент государства, и, конечно, скажем, вопросы отказа от ордена, но это очень большой демарш в сторону государства, конечно. То есть, такой вариант вы не рассматривали? Такой вариант я не рассматривал. Конечно, орден присваивался на счет вопросов по преодолению финансово-экономического криза и также введения евро. Ну, как я уже сказала, народ жаждал крови, он ее получил в тот момент, а потом мы все узнали о том, что вы уезжаете в Брюссель, будете занимать еще лучшую должность. И это показалось некоторым тоже таким моментом, ну, то есть, здесь политическую карьеру в тот момент уже делать было, ну, не то что невыгодно, невозможно, скорее всего. И вы как будто бы сбежали в Брюссель. Я понимаю, что это вопрос не такой, то есть, поехал, меня назначили, я стала там работать. У вас не было этого ощущения, вас не обвиняли избиратели в том, что вы убегаете от проблем? Подальше. Да, ну, здесь я могу только сказать, ну, процитировать другое должностное лицо, которое политическая ответственность на семья не взяла, то есть, Нила Ушакова. Его имя сейчас также упоминается в этом контексте, но то, что он сказал, что политическую ответственность, в конце концов, оценивает избиратели. И как раз во время выборов в Европарламент избиратели также свою оценку, конечно, дали. И, как мы знаем, что Вену Атыба убедительно победила в этих выборах, и меня, как кандидатов, поддержало самое большое число избирателей. То есть, ну, оценка избирателей как раз тоже в этих выборах была видна. Прошло два года. Нормативная база Латвии сегодня гарантирует, что больше такой трагедии в нашей стране не случится. Ну, я считаю, что многое сделано для укрепления нормативной базы. Но важно, конечно, чтобы те люди, которые ответственны, действительно свою работу делали. То есть, и по той нормативной базе, которая была два года назад, была конкретная система надзора, была конкретная ответственность, скажем, Рижского стройнадзора, Ригас-Бугуалда, других структур. Но, как мы видим сейчас, также по оценкам уголовного дела, было очень много допущений, где те нормативы, которые существовали, в принципе, не выполнялись, и необходимый контроль не... То есть, пока мы будем действительно уверены в нормативной базе, которая у нас есть? Ну, то есть, нормативная база уже сейчас, как мы видим, в принципе, укреплена. То есть, вы считаете, она на данный момент готова? Но нормативная база, это один вопрос. Да, конечно. Другой вопрос, чтобы эта нормативная база соблюдалась на практике. И как раз с этим была проблема. И сколько лет пройдет, пока мы научимся ее соблюдать? Ну, я считаю, что сейчас трагедия Золотхуда был очень большой сигнал для всего строительного сектора. И я считаю, что сейчас, конечно, вопросам безопасности обращается гораздо больше внимания, чем до того. Большое спасибо за это интервью. Не переключайтесь, смотрите русское вещание ЛТВ-7, точки над «и» прямо сейчас в эфире.